я хочу с самого начала вам сказать что я не знаю если это в конспектах я уже не помню я давно составляла сказать что казалось бы на артикуляцию мало кто обращает внимание а зря вот для филировки звука не хочешь быть в кадре перевисеть а вы снимаете что-либо так хорошо посмотрите мне задают вопрос это виктор на почему у вокалиста или вокалист такая некрасивая артикуляция мне не нравится неэстетично разве это правильно ну то есть человек говорит разве это правильно задает вопрос я отвечаю что звук какой звук ласка у нас иногда получается что мы от обратного идем мы пытаемся сработать на картинку на какие мы соблюдаем эстетику кажущуюся эстетику кажущуюся и теряем теряем способность именно такого голосоведения звуковедения как филировка звук филикранная работа мы называем да то есть сфилировать сделать звук настолько утонченным то есть вот от толстого и свести его на нет либо с нет увеличить его ровно 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 то чем мы говорим но урок когда когда две гласные сегодня называли чтобы не было чубика это вот на мой взгляд на мой взгляд это даже сложнее чем взять толки русский там был там ноуты там примать крик там оформить там все это чем всевозможные приемы мне кажется что технически локально это самое сложное филировка звука и поэтому в моей жизни был пример я видела вокалистку это было в боку я такого не филировки никогда не слышала зал просто замер мало того что она использовала технику экономного дыхания она еще так филировала звук что уже кажется его нет но у нее была на лице определенная гримаса то есть она как-то на одну сторону уходила это что-то челюсть сдвигалась все это какая-то была гримаса то есть она для того чтобы так ровно сфилировать звук и долго понимать все это тишина была такая да еще в кирхе было то есть в костюре было это и мне было совершенно все равно что в улице я наслаждалась звуком я просто наслаждалась звуком поэтому артикуляция и свобода свобода ваша свобода при поднесении чтобы вы не были завязаны а как вот там нет звук потому что нас трогает звук нас должен трогать и мы на одну чашу весов и да я у меня так вот потом еще какую-то японочку мне отправляют что же мне все определенная какая-то действует у людей но они ищут они ищут они находят и это лично дело каждого и не нам здесь по поводу там какой-то эстетики давайте начнем читать вот первый листочек который один листочек вот этот давайте с ним начнем и будем останавливаться катюш начинать с первого листочка сквозна музыкальной энциклопедии филировка в бокале или филировка звука это обозначение равномерно текущего долго выдержанного звука в пении и при игре на духовых духовых инструментах требует большого объема легких филировка звука в технике бокала представляет немалую сложность браться за изучение этого приема можно только тогда когда в достаточной степени развита левческое дыхание представляем вашему вниманию некоторые замечания при работе над филировкой из книги сонки теория постановки голоса кто силы самого дыхания в состоянии данный тонусе и затем ослабить без малейшего напряжения мышц шеи тот этим доказывает что уже загладел дыхательными мышцами и как мы называем это в пении то есть пение на чем на чем мы как называем дыхательные мышцы я правом мы называем то что пение на груди на опоре на море и тогда он может сдавать звук полной свободы то есть это перед описывая катюшки вписывайте себе там конспекте у вас есть пустые строчки там место только на море то есть если опоры не опора удерживает удерживает дыхание то есть нет вот этого просвиста нет вот этого продака смыкаются хорошо связочки и вы натягивая связочки натягивая вы управляете как вообще больше доберем и направляем нет она прекрасно поет она опорно владеет голос чудесно поет но опорный звуком поет прекрасно владеет но мы сейчас просто филировки конкретно сейчас сужали немножечко все это и тогда он может издавать звук с полной свободы дальше идем мы сейчас будем разбираться дальше ну это это между прочим самое сложное для меня для меня самое сложное чтобы хотя бы понимать конечно попробую конечно прежде чем достигать такого рода совершенства необходимо предварительные упражнения начинать их можно только тогда когда учащийся начнет уже привыкать владеет дыхательными мышцами прежде чем можно будет филировать соответственный дон нет необходимо научиться во первых взяв тон натуральным голосом лежать и в определенное время и пусти тогда когда других имеется еще известный запас воздуха во вторых взять тон натуральным голосом и ослабить его до пианисима и взять тон пианы и усилить его до форте но не до фортиссимо давайте остановимся терминология понятно это нам как сверху можете подписать пианисима это сверх тихо то есть тише-тише-тише-тише-тише в одну как как назвать пианисима форте и помenciкаexto стресс это супер громко с порте громко усилите водоходу пиано это про state типа пианисима это супертих пианик тихо форты громко форте сильное очень громко Да, да. Делая эти упражнения, нужно следить за тем, чтобы вся сила исключительно концентрировалась в нижней части грудной клетки. Ну, то есть, на чем? На опоре, то бишь на диафрагме. Совершенно верно. Совершенно верно. Дальше Катя читает. Подписывайте себе все, что вам нужно будет там. Когда ученик привыкнет к вышесказанным упражнениям, можно начинать упражнение от филированных танков. То есть, начинает он пьяно усиливать доходами, никогда не до партисии, но опять переходить на пьяно. Ну, давайте попробуем. Ну, давайте попробуем элементарные упражнения. То есть, у нас вся проблема заключается в том, что мы не умеем петь на пьяно, по большому счету. На пьяно петь сложнее. Если мы говорим, открывая клавиатуру, Катя, так, нажимай на кнопку. А, подожди, где-то розетка. А, наверное, включено. Ну, как-то и под... Нет, работает. Не работает? Подожди. Включено. А розетка где-то, может быть, болтается? Нет, посмотрите. Нет, включено все. Включено. Может, мы его, наоборот, выключим? Да, да, да. Ну, давай возьмем до первой октавы. Катюш, ищи. Молодец. Молодец. Что значит, вот она предлагает, как он пишет, вот по... Сонке дает, да? Натуральным голосом. Она говорит это... Называет это натуральным голосом. Но имей право, у каждого свое. Как мы еще можем с вами называть? У глинки это концентрированный, да, метод концентрации. То есть мы концентрируемся в первой октаве, там, где мы с вами поем. На каком регистре? У мужчин малая октава, малая, первая. На каком регистре мы поем? На грудном. На грудном у нас два, да, основных, природных. Груди, голова. На грудном регистре. То есть мы концентрируемся на грудном. Мы говорим с вами на каком регистре? На грудном. То есть еще другие методики, вот от глинки у него забрал Сетрикс, это пение в речевой позиции. То есть то, как мы говорим, мы так и запеем. То есть мы же говорим на грудном регистре. Вот до нодочку берем, она, как правило, у женщин и мужчин, это может быть будет фа. И вот мы ее берем на пиано. Видите, вот идут колебания, идут все, потому что на пиано очень сложно. И увести форте, то есть не фортиссимо. Удержать на пиано тон невероятно сложно. И тут постоянно все, потому что опоре очень сложно работать с пиано. Очень сложно. А с пиано тонусом тем более сложно, потому что мышца не в том тонусе, в каком необходима. Поэтому и я считаю, что это самое сложное. Вот самое сложное. И наоборот. Тоже неровности были, ощущали, да? Ощущали. Так это я закрытым. А закрытым легче, чем открытым спеть. Поэтому я рекомендую начинать с закрытого звука. Заниматься филировкой. Вот от пиано к форте, от форте к пиано. То есть филировка это получается от слабого к большему. От пиано к форте. Да, но звук должен быть идеально ровным. Идеально ровным. Это и есть филировка. Да. Это и есть филировка. Он должен быть идеально ровным. Здесь еще один аспект. Посмотри, еще ударь, ударь, рэ, нотку. Нотку выше. Здесь очень важно еще. Мы называем это примарными тонами. У каждого человека есть свои примарные тоны. Сейчас у Саши найдем примарный тон. Какой у него? Саш, ты знаешь, какой у тебя самый лучший для звучания? Примарный тон. Прима как переводится? Прима. Главная. Главная, первая. То есть у нас прима-балерина, например, да? Первая. Прима один, первый. То есть самый лучший тон для меня. Для того, чтобы работать над упражнением, над филировкой звука. Натуральный, вот взять тон натуральным голосом, взять тон натуральный, взять грудиный, грудный регистр. Ну, может быть, у меня довод, она неудобная. Еще разочеку дальней. В том плане, что мне было Экши с Ре. Мне было Экши с Ре. Примарный тон мы ищем с вами в трёх-кнотках. Он вот один, но мы должны его найти в трёх. До диэстре, да, допустим. Мне рыбало, мне было удобнее чуть-чуть. Хотя все равно кальвание, да, там были все это. Опять же, мы с вами здесь написано, смотрите. Ну, я помню так, не помню, где искать долго. Мы должны держать, удержать сначала. Сначала мы должны установить тон. Мы не можем сразу начать его филировать. Вот эта установка, установка тона, установка, она завязана как раз на то, чтобы опора включилась в работу с дыханием, тон установить, а потом начать его филировать, начать увеличивать динамику, начать увеличивать до форта. То есть, если сразу... Нет, мы должны сначала установиться, установиться на этом тоне. И для чего это вы делаете? Как правило, допустим, у вас заканчивается песня. Вы хотите красиво закончить песню, вы хотите показать работу своего дыхания, способность филировать звук. То есть, мы сначала экономим дыхание. То есть, у неё тоже тут написано так, что завладеть может, и тогда может не найти. Вот смотрите, техника экономного дыхания в чём заключается? Мы с вами говорили об этом, я на поле сейчас. Здесь неотъемлемая часть. Напишите себе техника экономного дыхания. В любую, в любую... Не-не-не, Саш, прямо в конспекте. Прям в конспекте, выше там, в белых строчках. Техника экономного дыхания, когда несколько секунд мы держим одну динамику, благодаря чему удерживается одно давление, одно упорное давление. То есть, мы определяем, что мы с вами укрепились в этом тоне. Ещё раз, когда несколько секунд мы держим динамику. Мы держим в одной динамике ноту, и работа опоры создаёт одно давление, то есть, оно не меняется. В норме на ноту и опору. И опора держит одно давление. Это техника экономного дыхания. То есть, если вы упрётесь, упрётесь в одно давление и будете держать, благодаря одной динамике, эту ноту, вы в это время экономите дыхание. Вы его экономите. Но у нас же всё равно резервы... Ну... Вы же понимаете, что... И мы все разные, и мы все разные. Потом, значит, вокалист понимает, что, ага, пора начать филировку. А иначе потом не с чем будет работать. Опорим дыхание, всё равно... Да, мы экономим. Но дыхание же уходит. Оно же заканчивается. Как это определить? Как педагог вы это вряд ли определите. Это всё на собственных ощущениях певца. Поэтому певец уже сам, певец уже решает, когда ему начать филировку. И вот сейчас... Возникает уже вибратор. Потому что я давление сбрасываю, и начинается колебание. Я же держала там... То есть сколько-то подержала, допустим, ноту. И потом начинаем у нас всё это... Я говорю, что я не владею этой техникой. Как хотелось бы. Как хотелось бы. Но я могу ещё что сказать, что... Вот упражнение. Человек пишет конкретно. Я согласна с ним. У меня нет здесь никаких противоречий. Умничка. Но сколько бы ни делал человек упражнений, песней всё равно это получится. Понимаете, да, о чём я говорю? Но на упражнениях может не всегда получиться. Вы знаете сами... Вы знаете саму механику. Вы знаете механику, как это сделать, да? То есть сначала удержать в одном давлении на одной динамике. Хоть с пиару на форте, хоть с форте на пиару. Техника одна. Механика одна. И когда вы в песне это будете петь, у вас что добавляется? Что добавляется в песню? Душа. Да. У вас добавляется душа. А душа это струны. Понимаете, вот всё это... Вот у нас всё завязано. И это в помощь. Я за то, чтобы и упражнения тоже исполнялись, ну, с воображением, с фантазией. Тогда легче заниматься филировкой. Если заниматься тупо, только техникой, то не получится это. Вот вы мне говорите, что вы? Это всё равно не получается. Поэтому в песне я спрою. А вот так вот, в упражнениях, у меня всё равно будут неровности эти. А в песне он не будет держаться за счёт органики. Я сейчас, пока даже сейчас я посмотрю кое-что здесь. Подождите. Если у меня здесь есть. Идите сюда. Есть. Сульчик, бери. Да вот этот, Саша, подвиньте. Катюша, трюк этот. Бросай куда-нибудь. Подвигайте. Сейчас вы послушайте филировку. Здесь. Проверяла, помню. Ну, я просто... Николай Свечанович. Директор театра Ромэн. Когда-то мальчишкой, цыганёнком прибежал, сел на крыльцо театра Ромэн. Единственный цыганский театр. В мире. Он до сих пор в Москве и всё. И в конце концов он потом стал директором. Он имеет звание народного артиста. Единственный цыган в вселенной. Народного артиста. Я другой такой филировки не слышала. Вот, послушайте. Так, стоп. Звук. А, извините. Сейчас. Многие, многие русские песни, которые ставят на цыганском. А, извините. ПЕСНЯ Так, вот смотрите, сейчас, секундочку. Что сейчас было? Вот перед этим, что было сейчас? Он увеличил его громкость. Да, ну а сначала что он держал? Мы сейчас о чем говорили? Верхание. Он держал что? Одну динамику? Он держал. Еще разочек на место. Еще разочек. Это еще до филировки не дошли. Ну как вам пианисимо? Пианисимо. Это пианисимо. Так, а посмотрите, а звук-то без придыхания. Без придыхания. И после кульминации, после такой, вот это его фишки, когда после... Понимаете, это его фишки. Это все это... Еще разочек, вот с того момента, вот когда он держит сначала. Он загрел прямой твой лаз, с ним всегда. Держит. Держит. Пошел. Да, фибрад это есть у него? Да. Так, а у него, посмотрите, во-первых, посмотрите, какая артикуляция была. Зубы вместе. Зубы вместе. Ну, я говорю, у каждого свое. Ну, у каждого своя артикуляция. Так, а вы же говорили, при филировке не должно быть вибрато. Подожди, нет. Может я что-то... Нет, ты не так поняла меня. Нет, оно возникает наоборот. Ты говоришь, почему у вас голос задрожал? Я говорю, так это естественно. Мы сначала держим, вот у него в этой ноте, у него не было вибрато. Еще раз послушайте. Когда мы держим одно давление, вибрато нет. Когда он держит одну динамику. Послушайте внимательно. А потом... Если вдруг ложка согрел, Выйгодной лад, С ним всегда. Да... Я... 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 просто классно какое-то время когда ты создаешь одно давление одно давление у тебя не может быть вибрации но когда ты начинаешь высвобождать хоть в одну под другую сторону хотят фортек пиан выйдите возвращать хотят фортек пиану хотят пианок форта вибрации возникает они возникают ну я посмотрите во первых какой тела у него все и в первую очередь даже не физиологически вот этот вот натяг сколько у него внутри энергетики если сейчас просто берите вот это вот настолько поэтому каждого количества будет думать не должно когда одно давление создается при экономном дыканье при экономном у тебя не возникнет ну вот ты вот я сначала держала тупо он не живой звук помните он говорил о мертвой живой воде сказка всегда разрубленное тело вот там ванюш ванечку там или чё там кто-то разрубили сначала соединяли части тела сбрызгивали мертвой водой они соединялись чтобы ожила сбрызгивали живой водой после мертвой воды какое-то время сколько-то секунд катюш сколько-то секунд тебе надо установиться для того чтобы установиться ты создаешь одно давление не живой экономный звук то есть ты экономишь дыхание и ты по своим собственным ощущениям думаешь ага пора начинать начинать увеличивать динамику и у тебя идет филировка филировка это чисто механическая работа заключена в том чтобы это все ровненько 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 сделать а у нас вот мы выводим здесь вот свои те свои терминологии в классе тюбики то есть возникает тюбик потому что сначала мы держим держим а потом резко пошли и пошло вот это вот вот поэтому филировка звука это очень утонченная филиграмная работа так дальше читаю вот этот когда ученик а все да значит филировка должна делаться постепенно непрерывно силы самого дыхания и дальше саша читает эту страничку дочитать упражнение филировки необходимы для развития всей силы голоса но повторяю еще раз ее никогда не следует начинать раньше чем учащийся будет владеть совершенствами дыхательными мышцами и пока мышцы полости 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 резонаторов надгортанной области не привыкнут соответственно не привыкнут соответственно деятельности это понятно ну понятно противном случае легко можно будет голос совсем испортить и довести его до дрожания есть преподавать преподаватели пение которые с первых уроков начинают упражнения филировки тонов они вероятно не обращают внимание на то что филировка требует медленного дыхания которое предварительно должно быть доведено до известного совершенства только тогда упражнения эти полезны для голоса упражнения филировки голоса следует производить только на гласную а округлая обыкновенно при окончании романса или даже в концерте фразы тон филируется поэтому надо помнить что если после филированных следует один или два тона надо филированный тон ослабить до пианисима а затем следующие за ним тон и взять сильнее отчетливее в противном случае не будет слышен конец фразы и вследствие этого пострадает фразировка ну то есть здесь имелся ввиду от пиана и выше да то есть преувеличение если филируется последний тон фразы то звук можно ослабить совершенно делая так называемую сфуматуру то есть голос исчез в пианисима сфуматура пометьте себе здесь это градиент ну можно можно сравнить с градиентом то есть если перевести на ну вот вы берете краски да смешиваете допустим розовый с белым да вот розовый и вы делаете делаете то есть тонирует тонируется тонируется с каждым разом слабее 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 розовые то есть вы размешали там все и в конце концов он переходит совсем белый ну вот если взять вот так белорозовый он уходит вообще в белый то есть уже розового не остается но у нас сейчас легко это вот допустим фотошопе увидеть это да или где-то в градиенте это когда смешанные краски я поняла смешаны и выводится все переходы переходы да да и за дать другую давайте ведьfferaba переходят переходить переходе переходит и сводится со всем難aney и уходит совсем в белом либо наоборот от прозрачного от белого и все это переходит а attempt А где вы на методике-то? На тебе конспект, работает. Ну, может быть, какие-то другие есть переводы этого слова по мотору, но мне кажется, что это именно какое-то тонирование, связанное именно с изменением. А так, в принципе, понятно. Ну, оно понятно, оно понятно. Ну, вот по этому конспекту мы с вами закончили, здесь все, в принципе, понятно, да? А оно на самом деле, а что мы будем делать, допустим, вот у вас пришел ребенок, у него еще, мы говорим, да, о методике обучения, пришел ребенок, и я тоже, я считаю, ну, о какой филировке уже, вот при такой филигранной работе может оттереть честь, а на самом деле ребенок маленький, у него элементарно еще и мышцы-то еще не окрепли. То есть он чисто физиологически, он не может филировкой заниматься. Как филировкой? То есть он просто, ну, в силу своих возможностей, все равно мы не будем называть это филировкой, крещендо, диминуэндо, то есть как получится, ну, насколько у него это получится. Диминуэндо сделайте с громкого звука тише, крещендо увеличить динамику звука. То есть вы будете апеллировать этими терминологиями. Диминуэндо, крещендо. То есть увеличение динамики. Давай увеличим динамику. А здесь нам нужно свести динамику на нет. То есть, потому что любое слово, вот такое, как филировка звука, может привести, ну, как бы, в замешательство ученика. Кажется, чего? Ну, ребенок просто не возьмет. Потому что, скорее всего, это уже связано с более профессиональным обучением. Я так думаю, что вообще, как мы с вами отказываемся от такой терминологии, как громче, тише, это тоже не наша терминология. Мы не будем говорить ребенку, иначе он совсем замкнется. Либо начнет кричать. Ну и давайте второй конспект начнет Ангелина читать. Та же самая тема, но другой конспект. Одним из видов локальной техники. Одним из видов локальной техники обязательно для всех голосов является умение филировать звук. Само название филировки происходит от слова feel, нить. Французское слово. Показывает, что она связана с умением изменять силу звука, связя ее к едва слышимому звучанию подобного звуковой нити. А с чего это может, допустим, ребенку, чисто наглядно, ну, мы детей не будем, я имею в виду, если профессионально кто-то на самом деле будет заниматься, ну, подросток там или еще что-то, вы можете это сказать, если взять желательную резину? Она же тянется, и в конце она становится все тоньше, 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 тоньше. Здесь такая длинная? Да. И она из, ну, из кусочка там вытягивается и становится все тоньше, 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 тоньше. а что такое канитель? это золотая нить, она в отличие от жевательной резинки невозможно остановить, она так и будет тянутся и тянутся и тянутся. вот откуда канитель, не тяни канитель, сколько можно, то есть она нескончаемая все, поэтому вот от французского нить. Дальше, кстати. Умение постепенно убрать силу звука до почти полного замирания, но и наоборот, умение начинать с звук, все два слышимые звуковые нити, и постепенно плавно развернуть его в полное мощное звучание. Давайте остановимся. У меня реально, я реально, я считала всегда, что тренировка звука это сведение звука на нет ранее, я считала, что это вот от форта и свести звук на нет, я считала, что это так же, как мы вот работаем с вами, да, вот берем и микшируем, да, звук, микшируем звук и уходим, и уходим, плавно-плавно. Вот вам, допустим, вот сейчас. Ну, то есть вот идет, 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 идет. То есть если мы, все это резко так не бывает, то есть тоже работают, когда звукоператоры, они вот с машинами, а мы со своими голосами. Ну, а, как выясняется, что не только от форта к пиано, но и от пиано к форту, там же самая филигранная работа над звуком. Что легче, скажет нам Гелина, уже это прошли следы, что легче? Ну, что будет легче сделать? Ну, мы сейчас оффилировки. От форта свести звук к пианиссимо, либо от пианиссимо увеличить до форта. Мне сказала бы, что это у каждого будет индикатор, наверное, я не знаю, не рисковал ходить. А, Саша, как думал? От пианиссимо портать легче, наверное, от тихого будет. Легче? Ну, там, ворота громкого. Ну, вот видите, тут у каждого по разу, ну, что у него. Да, черт, я не знаю. Ну, ладно, оставим этот вопрос пока. Читаем дальше. Понятно, правильный ответ? Ну, может быть, но действительно у каждого свое, допустим. Легче, конечно, я всегда привожу к примеру подъем в гору. Затихнуть легче, да, получается, затихнуть. Все равно. Подъем в гору. Что вам легче? Вы идете, поднимаетесь в гору. Что легче? Или вы спускаетесь в гору? Спустясь, спускаться проще. Нет, подниматься. Когда спускаешься, начинаешь, боишься сорваться вниз. И приходится постоянно притормаживать. Для меня спускаться с горы сложнее. Почему? Потому что нам хочется где-то даже пробежать. То есть мы все время должны себя придерживать. Не согласны? Ну, нет. То есть когда мы поднимаемся, мы точку опоры ощущаем нам проще. Подняться в гору проще, чем спускаться. Но это тоже, так сказать, что тело играет. Но все зависит от горы, опять же, какую гору вы там взяли. Но если взять это, оптимизировать эту ситуацию, спуститься, мне кажется, сложнее все-таки спуститься. Если мы берем песню, хорошо, сейчас объясню на песню, смотрите. Если мы берем песню конкретно, то мы от пиано, мы можем не находиться долго на пиано. То есть мы можем начать сразу же движение вверх. Ну, то есть секунду, там, две. Мы с вами и пошли, 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 пошли. Когда мы начинаем увеличивать динамику, мы филируем звук, опора работает, она нам помогает. Мы поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Входим, все, открываемся, вибрации пошли, все. А вниз, когда мы спускаемся, вниз, мы достаточно быстро спускаемся, и нам дольше нужно находиться в пиани-сима. Понимаете? Ну, да, обычно, да, даже в работе темно-симаторе, когда, то же самое обычное упражнение от пиано к форте, от форте-пиано, обычно, да, поднимается проще, спускаться быстрее. Как пролетают. Спускаться сложно? Не придерживайтесь. Спускаться все-таки сложно. Потому что нам все время, и потом мы еще ощущаем, что как бы рановато я, рановато, то есть как бы все, вот это нужно постепенно, постепенный способ, потому что у вас еще точка, в финале точка, которую вы хотите поддержать, и в конце концов совсем спустить, совсем спустить на метр, увести, увести совсем звук. Так, дальше, читаем, каким образом? Таким образом, под филировкой звука понимается умение плавно менять динамику звука, от громкого к тихому, от тихого к громкому, не меняя приятного локального качества звука. Вот здесь тоже важно, понимаете, не меняя качество локальных качеств звука. Вот он держал, он держал без воздуха, смычно. Он держал, он филировал, как он держал эту нотку? И как он рулил артикуляции всем? И вибрации какие естественные были? Катя, дальше читай. Филировка. Филировка полноценно тогда, когда качество звучания оперческого голоса остается неизменным. И когда изменение силы звука происходит естественно, плавно, с сохранением свободы и иющегося характера голоса. Филировку нельзя рассматривать как некое механическое изменение силы звучания. Она связана с самой природой оперческого звука. И вот то, о чем я перед этим вам говорила, да? То есть если мы возьмем чисто механику, сложно будет как упражнение делать. Здесь очень важно, чтобы ваша энергетика, ваши чувства, образ, все это помогало, потому что связано именно с природой оперческого звука. У неопытного ученика с непоставленным еще голосом звук обычно не филируется. И если такой певец пытается прибавить или убавить силу звучания на выдержанной ноте, это носит неполноценный характер. По мере приобретения нужных локальных качеств, певческий звук приобретает свободу в голосе, появляется вибратор. Он начинает тянуться и вместе с этим филироваться. Тот звук, который хорошо тянется и свободно, естественно, вибрирует, оказывается способным к филировке. Следовательно, хорошая филировка является показателем правильного звучания певческого голоса. Обычно начинают достаточно устойчиво филироваться средние и наиболее естественно звучащие звуки. Затем, по мере освоения динамики, к ним прибавляются более высокие. Высокие ноты, звучащие большинство, несколько напряженные в начале, бывают лишены и полноценного вибратора, и свойства спокойно филироваться. Постепенно, по мере развития верной координации силы мускулатуры гортами, верхние ноты получают свободу звучания и начинают филироваться. Не имея еще свободного естественного звучания, не следует тратить время на упражнение в филировке. Только, найдя его, можно приступать к развитию этого вида техники владения голосом. Давайте остановимся. А сейчас попробуем филироваться или филироваться? Филироваться. Филироваться. Ну, здесь все. Слушай, на контактах. Филироваться. Филироваться. Ну, я думаю, что здесь не особо важно. Вот в предыдущем конспекте тоже мы читали, Саша читал, по поводу гортани сейчас. Постепенно, найдите вот здесь вот, постепенно, по мере развития верной координации силы мускулатуры гортани, верхние ноты получают свободу звучания и начинают филироваться. Филироваться. Вспомните, какая была артикуляция при филировке у Слеченко. Какая она была? Артикуляция крытая или как? И горизонтальная. Горизонтальная. Натянуто. При горизонтальной что происходит с гортанью? Расширяется. Что с гортанью происходит, когда мы уходим в горизонт? Да, в рот сейчас окружается. Она приподнимается чуть-чуть. Она чуть-чуть приподнимается. Мы благодаря такой артикуляции, мы делаем немножечко суженый звук. Он не плоский, но он немножко сужается. А теперь давайте, это сейчас просто мысли вслух. А теперь вот давайте вспомните, когда мы с вами срываем эти с акации пикульки. Когда мы с вами, когда натянутый вот такой звук через пленочку или через что-то. То есть вот суживание, суживание, мне кажется, здесь именно об этом речь идет. То есть вот эти гортанные мышцы, вот у Слеченко, благодаря вот такой вот совершенно полной, понимаете, полной горизонтальной артикуляции, плюс его эмоции, плюс все это. Это как бы вот эти гортанные мышцы, они дают именно вот такой не плоский, а суженный звук, суженный звук, который дает больше возможностей для афилировки, концентрации как-то. Но звучите, что молчите-то все? Что думаете по этим полу? Плоский. Да, Саша. Ну посмотрите, ну как у него все, ну потому что, я считаю, что это природный. Может быть тоже, да. Вот мы тоже здесь о природе читаем. Не все ведь владеют фигурок. Не все. И если вернуться опять к механике, ну мы механически с вами все знаем. От пиано к форте, от форте к пиано, мы экономим дыхание, мы создаем одно давление, мы потом увеличиваем динамику, начинаем расти в динамике. У нас, значит, возникают вибрации подсвязочные, значит, там давление меняется, вибрация возникает. Мы все это понимаем, чисто механически. Мне кажется тоже, что вот филировка звука такая, она, это какой-то дар. Ну она из сердца ведет, мне кажется, она тоже, филировка, это твое видение песни, твое видение звука. Поэтому вот заниматься просто вот тупо, вот упражнениями, филировки, ну, мне кажется, это нужно именно в песнях отрабатывать как-то, именно через песни, не через упражнения, ну, либо переносить. Упражнения, это как статика, песни, скорее динамику, больше, если в работе. Да, да, может быть, да, да, так, да. На песни быстрее, быстрее, яично быстрее получали этот танк. А мы дедуктивным методом, то есть мы от общего идем к частному, и мы приходим. Получилось у нас или не получилось у нас? То есть вы получаете удовольствие от собственный пение. Саша, дальше читай. Дальше где? Сказанного ясно. Так что филировка может служить отличным показателем правильности певческого звукообразования. Этим ее свойством пользовались старые итальянские маэстры 17-18 веков при выборе правильного певческого тона. Они начинали постановку голоса с нахождения филирующихся звуков, и в дальнейшем развитии голоса отталкивались от них. И в дальнейшем развитии голоса отталкивались от них. Методики современных педагогов изучения и развития филировки переносятся на значительно более поздние этапы развития певческого голоса, когда верная певческая координация уже найдена. Начинать изучение филировки рекомендуется от мезо-форта к пиано или форта к пиано, в зависимости от характера голоса ученика. В этой методике, видите, там от пиано к форта, а здесь, значит, может быть, даже от мезо-пиано, может быть, начинать не совсем от пиано. Понимаете, да, о чем я говорю? Какие тонкости. Да, тонкости. Мезо-пиано, то есть есть пиано, есть мезо-пиано, то есть не очень тихо, тихо. Пианисима – это совсем сведение на нет. Мезо-пиано также, ну, переходное между пиано и форта. Читаем дальше, Саша. Первый звук должен быть хорошо атакован, должен получить достаточную силу и устойчивость, и затем постепенно, медленно, естественно, ослаблен до пиано. При этом надо следить, чтобы звучание оставалось в одной точке, или, говоря по другой терминологии, одинаково опёртым, собранным в высокой позиции. Вибрато всё время должно быть устойчивым и спокойным. Другими словами, качество певческого тона ни в коей мере не должно меняться. Ну вот, давайте остановимся, то, о чём мы сейчас с вами всё это проговорили, то есть ещё раз. То есть одинаково опёртым, собранным и в высокой позиции. Мы сейчас говорили с вами как раз о пикульках, о гортане. То есть за счёт того, что артикуляция уходит в призун. Если мы искусственно не опускаем диафрагму, то есть не опускаем, не заставляем гортань стоять на якоре. У мужчины, Саши, это видно очень хорошо, то есть кадык твой. То есть в данном случае для фигуровки он может быть приподнят. Понимаете, о чём лечили? Понимаете, да? То есть можно приподнять. Потому что при такой вот артикуляции, как мы сейчас с вами наблюдали, всё, он поднимется, если ты не будешь искусственно применять импидант, наоборот, опускать вниз. То есть сопротивляться. А тут не должно быть ни наше артикул-байство. Почему, что-то когда его опускаешь? Ну, видите, здесь высокая певчинская позиция, собранный, одинаково опёртый. Одинаковый, то есть мы должны, Кать, помнишь, да? То есть одна точка, мы должны в ней утвердиться. Мы должны сначала утвердиться. А у нас, понимаете, очень часто... А у нас бывает очень часто, что начинают сразу. Утвердитесь сначала. Дайте время, немножечко дайте времени нотке, чтобы она утвердилась. Устаканилась. Да, читаем дальше. Обычно при переходе... Обычно при переходе к форте к пиано. От форте к пиано? От форте к пиано. Звук имеет тенденцию отодвинуться, распуститься, стать менее опёртым. Этого следует решительно избегать. Ну вот. То есть о чём? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Вот это вот. А-а-а-а-а-а-а. Вот это падение. Вот это падение. Отодвинуться. Тенденция отодвинуться. А нужно всё? Опять же, мы только что говорили. Значит, что сложнее? От форте к пиано. все-таки с горы вниз сложнее от этого следует избегать до читать наш еще у нас одна страничка читай катя лучше прекратить фиелирование не доводя его до пиана чем исказить качество звука наоборот при развертывании звука от пиана к порте звук имеет инвенцию стать чрезмерно напряженным форсированным этого также следует избегать и поэтому не следует доходить до большой громкостью контролем правильности может служить спокойствие вибратор и единство качества певческого звука постепенно филировка входит в плоти кровь певца каждый звук приобретает возможность быть сфилирована эта возможность разумеется должна использоваться с большим тактом в тех случаях где она показана автором или подсказывается творческой интуиции только катюша с большим она должна использоваться с большим тактом в тех случаях больше больше даем как раз творческой интуиции исполнитель я выделила вот конспекте собирала это все сама прочитывала все это проживала вот особенности потому что я сказала катя дару чтобы от природы да вот действительно это да но не всем дается но опять же дорогу оселит идущий дорогу оселит идущий так давай дальше читай пускай ангелина почитает хорошее владение хорошее владение филировкой большое достоинство певца красиво сфилированный звук умение в нем дойти до едва слышно но собранного и опёртого звучания эффектный прием эффектный прием которого требуют многие произведения однако лучшие лучшие представители русской национальной школы и не пользовались этим приемом только как необходимым образительным средством никогда не дозволяя себе употреблять его в целях показа красоты и умение пользоваться своим голосом упражнение на филировку следует включать в число ежедневных филировка звука одно из тех явлений которые не могла объяснить до конца мышечная эластичная теория фонации мы с вами нужно это остановимся вот смотрите то есть мы уже понимаем сами что упражнения естественно если вы считаете себя профессиональными лицом теории преподавательные вы и сами будете заниматься этим упражнениями как раз мне о детях того то что вы читали в первом конспекте что не нам не нужно раньше времени начинать заниматься этим это естественно все смотрите мышечная эластичная теория фонации то есть мышцы мышечная эластичная теория фонации то есть необъяснимая до конца вот вы понимаете необъяснимая до конца это нормальное явление что мы с вами порой не можем вот до конца это все объяснить мы можем игры на фракции разделить чисто механически но раздель ну вот это она она как живой организм понимаете не шестеренки живой организм читаем дальше постепенный при постепенный переход от форта к пьяно но и той же высоте звука по мужчине эластичной теории где силы от дыхания и напряжения глазовых связок формируют голосовых мышц звук а оставить неизменную высоту надо было бы компенсировать уменьшающийся напор дыхания увеличивающимся напряжение глазковых связок голосовых мышц этот так называемый закон компенсация плохо объяснял филировку так как сохранить при такой смене напряжения глазовых мышц все лучшее качество голоса было бы не возможно так вот смотрите когда начинаем увеличивать динамику увеличивать динамику что зачастую происходит у детей здесь идет речь об этом филировка на одном доме я здесь не позицию когда возникает увеличение динамики то есть пошла 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 динамика мышцы работают больше опора будет больше нужно держаться на одном тоне что у детей происходит они повышают тон они повышают тон вместе динамика да они повышают тон это зачастую происходит то есть это уже на практике смотрим детки когда все а здесь то нужно сохранять один и тот же тон то есть вот здесь увеличивается напряжение голосовых мышц закон компенсации плохо объясняет плохо объяснял филировку то есть я говорю что здесь чисто механически вот все вот это но как бы вопрос есть такой в методике мы с вами его вот касаемся дальше читать катя нейрохроноксическая тюре позволяет легко объяснить этот филировок